Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в Доме Знаний. Мы с вами уже говорили о том, что музыка, как и другие виды искусства, рождаются из одного источника, имя которому – реальная жизнь. Они зарождаются, развиваются, достигают расцвета и существуют в постоянном обновлении. Произведения искусства не стареют, поэтому не должны исчезнуть и те жанры, которые они представляют. Связь времен ярче всего проявляет себя в жанре инструментального концерта. Об истории этого жанра мы сегодня и поговорим. И тема нашего вебинара – инструментальный концерт. Жанр концерта возник не на пустом месте. Он вобрал в себя традиции совместной игры на музыкальных инструментах, восходящие к народному музицированию в европейской культуре средних веков. Дело в том, что концерт поставил во главу угла принцип состязания музыкантов, составляющий сущность именно концертной игры. При упоминании концерта в памяти возникают картины красочного представления, увлекательного спектакля с участием выдающихся исполнителей, празднично оформленная сцена и, естественно, прекрасная музыка, песни, танцы, оркестр. Концерт в переводе с латинского языка означает «состязание», то есть это музыкальное состязание, музыкальное произведение для симфонического оркестра и солирующего инструмента. Обычно состоит из трех частей. Встречаются концерты для одного инструмента без оркестра или для оркестра без солиста, для концерта – для хора. А вот в русской музыке широко применялся жанр хорового духовного концерта. Инструментальный концерт – это концерт для одних только музыкальных инструментов, без пения. Жанр концерта сформировался в XVIII веке, так как широкое распространение получило исполнительское искусство в целом и скрипичная игра в частности. Создателем жанра инструментального концерта является итальянский композитор, скрипачи-виртуоз, педагог Антонио Вивальди. Вивальди – автор около 800 произведений, 90 опер, 517 концертов, более 100 сонат. Вершиной его творчества является цикл «Времена года», который объединил в себе четыре концерта для солирующей скрипки и струнного оркестра. Там весна, лето, осень и зима. «Времена года» – это не только один из самых известных концертов Вивальди, но и, наверное, самое выдающееся музыкальное произведение стиля барокко. Вивальди сопроводил концерты с сонетами, то есть стихами, но, увы, сегодня при исполнении этих произведений мы не слышим сонетов. Они практически никогда не зачитываются. Кто автор этих слов до сих пор остается загадкой. Предполагается, что сонет написал сам композитор в 1725 году, когда в свет вышел сборник произведений «Композитор», который он назвал «Опыт гармонии и изобретения». Вот в него Вивальди включил 12 виртуозных скрипичных концертов, первые четыре из которых так носят название «Весна, лето, осень и зима». Сегодняшняя исполнительская практика объединила эти сочинения в цикл времена года. Однако в оригинальном варианте этого заголовка нет. Считается, что воплотить твои идеи в музыке помогло ему состояние природы. Возникло оно у Вивальди во время его путешествия по Италии. Свою первую большую поездку он совершил в 1713 году, когда был назначен главным композитором сиротского приюта для девочек. Маэстро взял отпуск на месяц и отправился в Винченце. Путешествовал он на популярных в то время почтовых дилижансах. Вот именно тогда, по утверждению биографов, наблюдая из окошка за живым миром природы и, вслушиваясь в цок от копыт и стук колес, он и задумал создать свои гениальные скрипичные концерты. Давайте мы сейчас с вами послушаем фрагмент этого концерта времена года, который называется «Зима». Итак, давайте послушаем. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Я думаю, вы услышали в этом произведении пробуждающуюся природу. Звуки музыки точно изобразили и капель, и как расцветают цветы, как оживает весной природа. Кстати, одним из самых страстных почитателей этой музыки был французский король Людовик XV. Специально для него придворные даже поставили спектакль на музыку весны из этого концерта, желая порадовать своего властителя. Еще одно из замечательных произведений, написанных в жанре инструментального концерта, это концерт для скрипки с оркестром Хачатуряна. Концерт написан композитором в пору творческой молодости, поэтому музыка концерта женщине утверждающая, лучезарная и поющая. Музыка Арама Хачатуряна носит ярко национальный характер, такой колорит. Композитор в своих мелодиях часто опирается на народные напевы. Веками ходят легенды о музыкальности народов Кавказа. Наверное, поэтому мальчик из армянской семьи, живший в предместе старого Тифлиса, это бывший Тбилиси, не было другого пути, как стать одним из самых выдающихся композиторов и педагогов XX века. Маэстро писал такие замечательные произведения, что многие из них после премьерного исполнения мгновенно становились популярными. Искрометный танец с саблями из балета Гайене, восхитительный вальс из суитердраме Лермонтова «Маскарад», блестящий концерт для скрипки с оркестром. Это только мизерный перечень произведений, которые покорили сердце слушателей не только нашей страны, но и за ее пределами. Музыкальный путь Рама Хачатуряна начался необычно. В детстве Хачатурян не учился музыке, он только слушал народные песни и сам пел. Его отец, известный в Тбилиси мастер переплетного дела, был самодеятельным музыкантом. Он пел под аккомпанемент народных инструментов «Саза», «Киманча» или «Тара». И сильное воздействие на творчество композитора оказало богатейшая атмосфера музыкального быта этого города, в котором на каждом шагу звучали грузинские, армянские, азербайджанские народные напевы. Импровизация певцов-сказителей, ашуков перекрещивались традиции восточной и западной музыки. Настоящие занятия музыкой начались, когда Раму исполнилось 19 лет. Он приехал в Москву и поступил в техникум при институте имени Гнесиных по классу виолончели. Талант юноши сразу же привлек внимание выдающихся педагогов. И в 1934 году Хачатурян закончил Московскую консерваторию, и его имя, как лучшего выпускника, было высечено на золотой доске. Когда началась Вторая мировая война, Арам стал писать песни и марши, которые поднимали в людях патриотический дух. Их крутили по радио. Во время войны музыкант жил в гостинице из Перми. Он написал очень много произведений. Он написал такие песни, которые звучали во время войны все время. То есть, например, всего периода. И еще там же, в Перми, он написал свой знаменитый балет, который шел в театре на протяжении 25 лет. Это Гайне. Композитору этот факт был очень дорог. Это произведение. За это произведение он получил премию, и оно принесло ему славу по всему миру. Сегодня мы послушаем фрагмент концерта для скрипки с оркестром. Произведение это очень сложное для исполнения и требует от скрипача огромного мастерства. Но это не просто виртуозность ради виртуозности. Она является средством выражения содержания музыки. В концерте... А, кстати, это произведение он посвятил известному скрипачу Давиду Ойстраху, который был первым исполнителем этого сочинения. В концерте три части, которые рисуют три разные картины жизни народа. Поэтические зарисовки природы Армении. И в центре их лирическая песня, которой обрабляют две танцевальные части. Первая часть открывается энергичным и напористым оркестровым вступлением, которое сразу же вводит нас в сферу активного действия. Вторая часть – самый лиричный образ концерта. Это своеобразная песня без слов. И третья часть – финал. Грандиозная картина народного праздника. Все в нем полно движения, огня, энергии. Это как бы общий танец, из которого время от времени выделяются солисты. Движение танца постепенно становится все более стремительным, как будто в танцевальный круг вливается все больше людей. И, кстати, здесь оркестр подражает народным инструментам. Давайте послушаем фрагмент. Движение танца. Движение танца. Движение танца. Движение танца. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok В концерте не использованы подлинно народные мелодии, но весь он является выражением армянской народной песенности. Для творчества композитора характерны оптимизм и жизнеутверждение. Вот и здесь драматические и лирические образы первой части превращаются в образы народного праздника в веселье буйной пляски. Праздничный, приподнято восторженный тон концерта вызывает ассоциации с цветущей природой Армении и рождает в сердцах слушателей ответный восторг. Да будет свет и да будет радость! Наш вебинар подошел к концу. До новых встреч в Доме Знаний! До свидания! Продолжение следует...